Скажи же, почему ты пришел? Кемаль, нет ничего. Твой отец просто пришел, чтобы с нами поговорить. Сын не доверяет своему отцу. Ну и он прав. Но поверь, я пришел лишь поговорить с Бахар. И поблагодарить ее. Если ты поблагодарил, ты можешь идти. У нас работа. Кемаль. Ладно, никаких проблем. Я ухожу. Не тревожьтесь, пожалуйста. Тебе что-нибудь нужно? Ты что делаешь? Ничего. Спрашиваю мужчину, нужно ли ему что-нибудь. Даже если что-то и будет нужно, скажу ли я тебе, Усман Кузан? После всего, что ты сделал, мы что, внезапно забудем все, что ты сделал, а? Ты этого ждешь? Я ничего не жду. Однажды ты мне поверишь. Жду того дня. Свои воинские повадки оставь при себе. Если еще раз в мои дела будешь вмешиваться, ты очень дорого за это заплатишь. Если Фериде не под твоими крыльями, то тебе нечего бояться. Не вмешивайся в нашу с ней войну. Не занимай ничью сторону. Потому что я завтра все же на это расскажу. Что ты сказала? Ты все правильно услышал. Так же, как Фериде шантажировала меня. В смысле шантажировала? Что за глупости вновь? Или маленькая из меня без своего видового что-то делает? Фотографиями, которые у меня есть, она много дней угрожала мне. Фотографиями? Что за фотографии-то? Иди и спроси у своей ФСДшки. Тунч, ты знаешь, где господин Атеш? Не знаю. Вроде у него были совещания. С утра звоню, а телефон выключен. Ладно. Если позвонить, я хочу знать. Эйли, можем поговорить немного? Конечно. Думаешь, мы правильно поступили? Не знаю. Знаешь, будто выгнали твоего отца. Ты очень добрый, Абахар. Как быстро ты забыла то, что он сделал? Да я и не забыла. А все действительно сожалеет. Ты веришь, что мой отец может сожалеть? Слушай, сынок, ну все же, он твой отец же. Алло. Только чтобы они не догадались, что ты говоришь со мной. Давай немного поговорим. На самом деле, сейчас я занята. Пожалуйста. Нам нужно обязательно поговорить. Ладно. Я тогда принесу. Отлично. После того, как пройдешь остановку конечную, там напротив есть красный дом. Так вот, у этого дома на улочке мы ждем. Хорошо, я приду. Бахар? Ты куда? Ну, Айши Юля отнесу книгу. Это недалеко. Книгом туда и обратно. Бахар. А книги? Ой, точно. Потерял рассудок совсем. Вы прекрасный отец Усман. Лучше вас никто бы не отыграл бы эту игру. Спасибо вам. Тогда будем на связи. Бахар? Бахар? Куда ты? Тебя это не касается, у меня дела. Детка? Я начальник, ты не забываешь. О каждом твоем шаге я буду знать. Скажи мне теперь, куда ты? Сегодня Усман Кузам приехал сюда. Да, ладно. Отец Усман? Ну, а почему? Чтобы меня поблагодарить. Ты смотри. Поверь мне, я не вспомнил Эйлюль. Да, я постоянно думал, что лицо знакомое, но я не вспомнил ее, ты тоже знаешь. Она очень изменилась, ее внешний вид. Она очень преобразилась. Ты угрожала Эйлюль? Своим полоумным мозгом? Не спросив нас в одиночку, ты угрожала Эйлюль? Чем ты шантажировала? Вот, вот. Мы в отель направлялись только из-за совещания делового. Атеш? Как ты мог мне об этом не сказать, а? Это было три года назад. Когда я увидел ее, я подумал, что лицо знакомое, но я не вспомнил ее, что я мог сделать. Я с ума сойду. Слушай, как ты могла скрыть от меня все, а? Как вообще? Ну, а ты что сделал, а? Тунч, что ты сделал? А ты что сделал, Атеш? Вы оба скрывали от меня все. Как вы могли ожидать, что я буду честным с вами, а? Ты тем фактом, что пригрозила Эйлюль, понимаешь, что нас тоже втягиваешь в опасность. Тунч, все, хватит. Ты не позволяй. Эйлюль хотела, чтобы мы воевали друг с другом, и у нее получилось. Кемаль, сынок, хватит расстраиваться уже. Да нет, все нормально. Все нормально. Однако, как если все было так, как вы говорите? Если бы отец был в состоянии сожалеть. Но, к сожалению, я его знаю. Сиди, сиди. Открою. Привет, тетя Севги. Привет, доченька. Что такое? Как ты, тетя Севги? Я нормально, но... Айши Гюль, привет. А Бахар не здесь? Значит, ты спасла жизнь маме Зухре? И теперь тебя прозвали героем, да? Я с мамой Козан, наверное, от тебя принял семью. Слушай, что я говорю тебе делать? А что ты делаешь? Совсем, что ли, ты не поумнеешь? А что я должна была сделать? Что мне нужно было позволить, чтобы маме Зухре горло перерезали? Я тебе говорю, бросить Кемаля. А ты пытаешься изнутри разрушить замок. Ну, а Кемаль что сказал про все это? Кемаль ничего не хочет от своей семьи. Ты же знаешь. Он отца своего вычеркнул. И хорошо? Тогда мы воспользуемся этой ситуацией. Как это? Ну, мы сделаем все в точности, да наоборот, чем хочет Кемаль. Раз уж он вычеркнул своего отца, то ты будешь близка с Асманом Козаном. Куда пропал этот человек? Что происходит? Кто куда пропал? Атеш. Я его звоню из-за ситуации, которая на днях была. Ваш ужин с Атешем. А что я от него услышу эту ночь? Я же сказал им, мы просто поужинали. Это было деловое совещание. Конечно, это так. Но я хотел бы и от него услышать это. Вы обсуждали этот вопрос? Нет. Не обсуждали. Я же его не видела. Ну, ладно. Завтра поговорим. А то вопрос распространился. Пора его закрыть. Да, я тоже так думаю. Но этот вопрос не закрывает, ведь из-за тебя. Я же закончила работать, поехали домой. Мы не отправимся домой. Я в ресторане арендовал место на троих. На троих? Твоя мама, ты и я. Давно мы не ужинали в ресторанах. Да и... Я сильно подставила твою маму. Позволь, я организую прекрасный ужин. И я им срение подниму. Может... Мы не сможем все сделать, как было раньше, но... Хотя бы можем все исправить, а? Сынок, может быть, она задумалась? А еще Гюнь не наврала, чтобы не подставлять бахар. Мама, наверняка что-то случилось, наверняка. Алло, Кемаль? Где ты, бахар? А, я... Рядом с Эшегюль. Бахар, мне нужно врать. У меня Эшегюль только что была тут. Где-то бера появилась перед тобой. Нет, правда нет. Я как приду, я расскажу. Бахар, сейчас расскажи мне. Кемаль, не надо, пожалуйста. Послушай, я когда приду, расскажу. Мне сейчас нужно положить трубку. Бахар. Что-то случилось. По голосу это ясно. Наверняка перед ней оказался этот подонок-бират. Сынок, ты подожди ты. Эй, Люль угрожала мне. Как угрожала? Узнала о ваших связях? Нет. Пока что это не разгадала. Но Эй, Люль, женщина умная. Поскольку она приходила домой, значит, она что-то подозревает. Ты... Ведь пригрозила ей, что ты Джунейту дашь фотографии? Она делает то же самое. Божие наказание. Она завтра все расскажет Джунейту. Ну, пускай рассказывает. В смысле, пускай рассказывает? Как мы тогда тебя из этого болота вытащим? Разве ты не говорил, что они мафия? Пойдем, расскажем. Ты ведь обращался в полицию. Джунейт. Фериде с самого начала ни во что не верил. Эта женщина по имени Мины деньги получала от Осмона Кузана. И Джунейт про все это знал. Сказай, что он тебе скажет. Скажет, это твоя новая игра, Фериде. Он тебе вновь не поверит. Почему, Фериде? Почему ты не сказала мне? Заходи, доченька. Спасибо тебе, что ты пришла. Послушайте, времени у меня немного. Мне пришлось наврать Кемалю. Я немного времени займу. Да, я вас слушаю. Я из-за всего, что произошло, правда, мне очень жаль. Но я понял свою ошибку. Вы сейчас говорите так, но я знаю, что сейчас ты не веришь мне. Но, как я и сказал, я подожду. Я знаю хорошо своего сына, однако. Колову у него задраны вверх. То, что он скажет, то и сделает. Господин Усман, доченька, послушай меня. Ты не можешь найти как пуль на отцу, который потерял своего сына. Выслушай, пожалуйста. Послушай. Вы ведь еще молодые. Вы можете даже и не задумываться об этих мыслях. Но когда люди становятся родителями, еще и когда после этого время проходят, они начинают постоянно бояться смерти. После того, что случилось с Зухрэй, я много думал. Если Кемаль не простил меня, а я... При этом сейчас уйду, я стал бояться этой ситуацией. И именно в этот момент... В тот момент я понял свою ошибку. Да, возможно, это немножко поздно случилось, но я в твою честность, в то, что ты действительно любишь Кемаль, я поверил. Я хочу своего сына завоевать обратно. Ты тоже сделай доброе дело. Прости меня. Прости меня. Мы обознаем, что произошло той ночью, Атеш. Рассказывай. Ну давай, не пытайся меня обхитрить. Я знаю, что это было не просто совещание. Столько лет мы друзья. Можешь поделиться со мной. Я же сказал, это было просто деловое совещание. Атеш, ну не начинай. Не нужно защищать тебя, Илюль. Ты можешь мне все рассказать. Мы можем даже воспользоваться этим. Хватит уже думать, что ты всем можешь воспользоваться. Тунч. Не было ничего такого, как ты думаешь. Я просто пытаюсь спасти Ферде из этого болота. Но с каждым разом ты ее все глубже и глубже ведь отправляешь. Когда ты делаешь шаг, чтобы ее очистить, она становится только грязнее. В глазах человека, которого она любит, она тает стремительно. Она не такая, как Илюль. Ее понятие мести лишь в том, чтобы рассекретить ложь. Знаешь, почему она дала эти фотографии и Илюль? Почему? Чтобы та перестала врать Джунейту. Была бы это не Илюль, но она бы сделала это. Ферде может пойти против всех, кто идет против ее любви. И поэтому держи ее уже подальше от этих своих жутких методов мести. А иначе ты все потеряешь. Значит, нарушаешь соглашение, Илюль. Ну, за это ты ответишь. Большое спасибо за все. День был прекрасный. Мне он тоже пошел на пользу. Спасибо, доченька. Ну что вы, я увидел вас такими счастливыми. Мне и этого достаточно. Я поднимусь к себе. Пойду приму душ. Хорошо, дорогой. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok